В 2008 году уже был вопрос решен. Мы сейчас говорим о том, что нам не нравится. Вот мне поясните, почему вам не нравится. А что нравится? Вы идите пожелите здесь. Я выстрел 25 лет строю дом. Я его выстрелил. До конца не доделал. Мне пришел раз налог, два налога. Потом в том году пришел налог. 45 тысяч за дом. Кому я сейчас? Вот он мне 45 тысяч, он мне нафиг не надо. Я получаю 13 тысяч вместе с авансом за оплату, да? 45 тысяч мне государство берет. Я его продать сейчас не могу. Вы мне еще здесь кладбище строите. Зачем оно мне нужно здесь? Для чего? Я на кладбище, если бы хотел, я возле кладбища дом построил бы. Зачем мне здесь люди строятся, выстроятся, а вы им такую подложили, извините меня за выражение, свинью? Это что такое? Отдайте людям под жилые дома. Пускай дома жилые строят. Мертвым без разницы, где лежат. Вы о мертвых-то думаете? Вы вот сейчас сидите и говорите опять, да? Мы решили, мы решили. А вы посоветовались вообще заранее? Написали, отвезтили кого-нибудь? Никого. Втихаря все сделали, пока люди не узнали. В том году только люди... Вы сказали не перебивать. Подождите, я говорил. В том году люди узнали. Мы узнали, собирали здесь по этому поводу собрание. Сказали, что все нормально, все это... И решается еще это не язык. И тут бах, и что вы делаете? Люди против. Ну кто в села Ивановске подписывал? Или что? Можно узнать это тоже. Вот вы говорите, мы в 8-м году приняли решение, да? Да. Вот. А у вас земли сельхозназначения были до 18-го года, так я понимаю? До 17-го. Ну до 17-го. Ну до 17-го. Как вы могли принять решение, если это земли были сельхозназначения, а мы приняли решение по строительству кладбища? А земли только перевели вот в 17-м году. В 8-м году была принята... Ну кем она была принята? Это была разработка проектного института. Сорота граждан проект. Ну а почему поле не взять за силикатным? Где поля пустые? Где нет жилых поля? Да нет, она есть. Асфальт у силикатного. Да силикатного завода. Одни кладбища, вторые кладбища. Давайте все закроем. Давайте нас снесите и поставьте кладбище. Ну там поле, чистый поле. Почему его не занять? Рядом. От того, что вы сейчас кричите, ничего сейчас не сделает. Нет, мы вам не предлагаем. Конечно, вы извините. А зачем вы нас собрали? Вы знали, что это будет. Предлагаете молчать? Предлагаете молчать? Подождите, можно я скажу? Я не предлагаю вас молчать. Нет, предлагаете молчать. Я хочу вам сказать о том, что к большому сожалению-то вы сейчас, возможно, будете возмущаться, но было принято решение еще 2008 года. Нет, вы властей отмените. С администрации Малаковского наступального района. А кто это? Отмените, ребята. Не можем мы сейчас его отменить. Потому что она уже принята. Закон обратной силы не имеет. А почему вы без нас-то приняли? А вы не можете разговаривать, через что будем оспаривать. Ничто выключить, где не осушить. Ну, смотрите, я не знаю судебном порядке, вы будете оспаривать, не будете оспаривать, вопрос другого характера. Эта земля уже передана. Получается, что у вас земельный участок, и вы начали строить дом. И сосед вам говорит, ребята, на этом земельном участке не строите дом. Мне это не нравится. А вот ваш сосед говорит, вот тоже самое сейчас. Эта земля принадлежит Волоковскому муниципальному району на назначение. И мы сейчас говорим, ребята, нет, не строите. А завтра у вас желание войдет. А что нам Красный Ярд ездит по нашей дороге? Давайте закоем. И Красный Ярд ездить не будет. Я еще понимаю людей, которые вот мужчина сказал, что он построил дом, строит дом свое, там рядом. Но в большом отношении опять я говорю, там есть охранная зона, 500 метров, мы ее соблюдаем. Ну, что я могу вам больше сказать? Нет, нет, нет.